Площадь общественного пространства – 3 гектара. Большая его часть – природный рельеф и лесопарковая зона. В планах подрядчика таковым его и оставить. В сквере появятся две центральные прогулочные аллеи. Сейчас идут у нас земляные работы. Начали мы с начала сентября месяца. Поэтому я думаю, что мы до конца октября, как полагается, вовремя сделаем этот контракт, отыграем. Будут дорожки, они будут щебеночного типа. Потом будут еще дорожки вон там проходить. Они тоже будут щебеночного типа и там будет зона барбекю. Дополнительно в сквере планируют высадить 4,5 тысячи зеленых насаждений. В ходе ремонта специалисты выявили всего 4 аварийных дерева. У нас сегодня была комиссия выездная с департамента по вопросу деревьев, что срубать, что не срубать. Поэтому у нас как все идет в штатном режиме, работаем. Я думаю, мы этот парк и сквер сделаем вовремя, как полагается. Глава департамента городского хозяйства проверил ход строительных работ. Евгений Горлов рассказал, что сквер в поселке Любимовка благоустраивается по просьбе жителей. Один из тех сегментов города, который не развивался, сегодня сюда в рамках соглашения с Петербургом Москвой мы выполняем работы для того, чтобы в дальнейшем жители этого района города приезжали. Здесь очень хорошая лесопарковая полоса. Будет организована сцена, детские площадки, которые будут обеспечены для всех категорий детей. До 14 лет, для того, чтобы детишки в свой досуг находились здесь и занимались кем-либо творчество. Ремонт сквера должны завершить до конца года. Следующие пять лет подрядчик будет выполнять гарантийные обязательства. В случае некачественной работы компания «Севастопольский стройпроект» обязана ее переделать.